Владельцам автомобилей, раздавленных подпорной стеной в Солнечном, пообещали помочь местной власти. Об этом сегодня рассказал заместитель главы города Владислав Логинов. Потерпевшим придется судиться с собственником платной парковки, на которой стояли машины. Оформить документы и оказать юридическую поддержку могут в администрации Советского района. Тем временем, после обрушения стены, некоторые жители дома 50А на 60 лет образования СССР решили временно уехать из своих квартир. Однако специалисты обследовали многоэтажку и никаких дефектов не выявили. Сейчас на месте стены планируют сделать склон. Земля, по заявлению чиновников, находится в собственности бизнесмена Евгения Генералова. Если он не захочет восстанавливать склон за свои деньги, то средства будут взяты из резервного фонда города. Напомню, подпорная стена в Солнечном обрушилась 6 августа в обед после сильного дождя и придавила 5 автомобилей. В администрации заявили, что на протяжении года собственнику земли говорили об опасности обрушения. Но он никаких действий не предпринял. К сожалению, законодательство не позволяет нам останавливать, запрещать, предотвращать это строительство. Но мы действуем в рамках законодательства. Мы, естественно, обязаны все исполнять и быть на защите как и граждан, так и предпринимателей, которые строят объекты. Поэтому в этой части нам достаточно непросто. Но, тем не менее, еще сложнее принимать какие-то решения, находить средства, когда уже все произошло. Вот это вот тот самый случай, когда после происходящего гораздо сложнее ликвидация последствий, чем в предыдущий период.